На минувшей неделе вся планета отметила Международный день экскурсовода. В Тверской области эта профессия с каждым годом становится всё более востребованной. Ведь поток туристов к нам постоянно растёт. Лучших представителей этой индустрии наградили на торжественном мероприятии, состоявшемся в столице Верхней Волжья. Татьяна Влашко — экскурсовод с солидным стажем. По Тверскому Пушкинскому кольцу и по столице Верхней Волжья она водит туристов с 90-х годов. Свой город она знает и любит. И лучшей наградой считает, конечно же, отзывы гостей. Когда в конце экскурсии они говорили, а правда город-то какой, а история-то какая у этого города. Вот это самая большая награда, мне кажется, для любого экскурсовода, но для меня в особенности. Алексей Зинатулин тоже специализируется на Пушкине. Он уверен, что у него всегда найдётся что нового рассказать туристам про Александра Сергеевича. Например, основываясь на вот этом портрете, где поэт изображён в пуховой шляпе. Из воспоминаний после возвращения ссылки из Михайловского мы знаем, что он именно носил такую стриженую белую пуховую шляпу. И письмо Соболевского, которое он написал в Твери, как раз в гостинице Гальяне, это тоже 26-й год, осень 26-го года. Поэтому мы можем предположить, что и в Твери Александр Сергеевич пристал вот в такой поярковой шляпе. Очень важным в этой профессии является креативность. Надо постоянно придумывать что-то новое, дабы экскурсия была интересна представителям всех поколений. С помощью интерактивных программ, мастер-классов, авторских лекционных мероприятий, авторских лекций, авторских экскурсий. И поэтому ежегодно наш музей, Всероссийский историк и этнографический музей, принимает более 80 тысяч туристов. Важным моментом в популяризации профессии экскурсовода стало внедрение в нашем регионе института обязательной аттестации гидов. И здесь очень помогло то, что с 18-го года можно было получить свидетельство добровольно. Поэтому затем процесс пошел так быстро, что в Верхней Ложи обскакала даже столица. Уже более 218 человек. На самом деле самое большое количество в ЦФО. Можно сказать, что и Санкт-Петербург, и Москва пока нас еще не догнали. Поэтому наше сообщество очень крепкое, очень дружное. И все это произошло благодаря тому, что уже работа министерством велась сильно заранее. В итоге Тверская область и получила корпус профессиональных гидов. Лучше из которых получили почетные грамоты губернатора. Ведь глава региона ставит среди приоритетов развитие именно внутреннего туризма. Совсем недавно мы об истории какой-нибудь там Франции, Италии или Турции, или Египта знали больше, чем об истории родного края. И мы сейчас двигаемся в очень правильном направлении. В нынешнем году движение в правильном направлении продолжится. Главное культурное событие – 225-летие со дня рождения Пушкина. Гиды Верхней Волжи очень надеются порадовать гостей региона экскурсиями по обновленной усадьбе в Бернове, которую реставрируют к предстоящему юбилею поэта.